Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Забываю эту поставить, может быть от нее лучше слышно будет наушники. Номер 773. События дня. Книга пророка Даниила, 11 глава, 27 стих. Потому что конец еще отложен до времени. За 24 января 2018 года. Конец отложен до времени. Поэтому всегда было, что люди предсказывали конец. Когда конец и у русских было, у немцев, англичан, американцев. Там у Илья Миллера и кого только не было. Все. И поэтому боялись паспортов, боялись картошки. Это уже все. Чертово яблоко называли. Кадык у мужчин также называли. Проглотил его. Теперь Кадык видать. Ну, люди с ума сходят. То есть, сатана трудится. И поэтому сегодня, когда объявляют войну, там некоторые шестерки. Вот зашестерили мозги свои. Живут нормально, покупают. Больше всех покупают. А то ни продать, ни купить. Ну, просто ты. Ты ходишь, покупаешь. Были бы деньги. Тебя стесняет? Нет. Ну, и все ясно, что никакого знака еще и нет. Нет. Уже нельзя ничего делать. Человек не имеет раскаяния. И он дальше ломится и ломится. А я не один такой, а нас много. Да весь Израиль впал в грех. И Господь погубил. Ну, ты возьми бумажку-то и сосчитай. Шестьсот тысяч. И два человека только спаслось. На шестьсот тысяч. Это какой процент? Тысячная доля одного процента. Да Господь разве смотрит на множество? Ну, комаров много. Мух много. Червей много в земле. И что, Бог смотрит? А для Бога-то они. Я червь, а не человек, Давид говорит. Ну, гибель просто. И ничего нельзя сказать. Разную глупость. Дух лжи вошел. Все будет подбирать. Человек. Какой был жест, где не появился. Все. А вот Новиков там. Василий говорил. Ну, он бесов изгонял. Да он сам как бесноватый вел себя. Его запретили в служении. Он умер. Он орал неизвестно что. А вот так бесноватые говорили. Паспорта не берите. И шестерка. Ну, бесноватый бес и говорил это. Тут уж не надо доказывать. Бес говорил, демон. Думал, может кто-то клюнет на это. Ну, стояли люди. А вот издалека. Прочитал они это и с ума сошли. В другом-то подвига-то нет никакого. А вот это очень просто. Я паспорт сожгу и в дамке уже святой. Да нет, конечно. Это ежедневный труд. Ничего слова не слушает. Все замкнуло. Дух лжи. И он на лживых выводит. Птицы слетаются к подобным себе. Это и так понятно. Ксения Юрова. Это вчерашний день. Я на следующее утро только озвучиваю события дня. Дорогой наш Игнатий Тихонович. Спаси Господь за христианскую любовь и заботу. Мирские пожелания, счастья, здоровья, удачи обычно пролетали мимо моего слуха и не ложились на сердце. А ваше наставление ко дню рождения запомнила, надеясь на всю жизнь. Ну, если не надо исправлять-то. Златоуст об этом говорит. Иоанну Крестителю голову отрубили на день рождения. Слава Иисусу Христу, даровавшему нам вас для вразумления, поучения и спасения. Низкий поклон. Ха, то есть от сердца, видно, в Америке живут. Рахиль пишет. Выставила она ролик. И там видно, два мужчины лежат, их бьют, пинают. И крик какой-то, ничего не понятно. Я говорю, что ты выставил? Это ей ролик не копируется ничего. И она говорит, это в Китае поймали тех, кто ворвал детей на органы. И потом показывает длинные, как гробы, ящики. И в них дети лежат, дети, обложенные льдом. Маленькими кусочками, то есть они совершенно что-то целые должны быть. А они их там будут тогда размораживать и органы брать для других людей. И там рев стоит, матери выбрасывают кусочки льда. Детей берут за ноги, они только что застывшие, не сгибаются ноги. Это действительно целое сохраняется и лицо, и все, как просто бы не умер, а лег спать. Ими оказались граждане Китая, также имеющие гражданство и в других странах. В Кыргызстане в 2016 году пропало более 300 детей. 200 с лишним детей до сих пор не найдены. А другие как найдены, нет, непонятно. Дети начали пропадать с тех самых пор, как китайцы начали массово пребывать в Россию и близлежащие государства. Кроме того, задержанные признались, что останки детей были попросту съедены. Даже не верится. Иван Артюшкин пишет, что-то зашел тут в скайпе, думаю, что же он пишет. Он пишет, мир вам, Игнатий Тихонов. Да просто хочу вас поприветствовать. Вот отношение людей какое. Ну, надо посмотреть на наши ресурсы. Это вот мой мир. Там есть еще где я с голубью. Туда не надо заходить, там просто копируется. А вот такой. В шапке я стою. Ну, и здесь выставляем мы все, что у меня на Ютубе есть. Я выставляю здесь. Перетаскиваю сюда, рано встаю. Дальше уже приходится. И дальше, что сегодня. Вернулась, прежде всего, 358 человек. 358 на форум пришли. Ну, правда, ругань никакой нету. Тишина. За год почти ничего нигде нету. Ну, 300 человек, это не 3 человека. Они находят чего-то. 1600 тем. Вот. Ну, и во свете Библии наши вопросы. Вот тут 4104 ответа на 11 пункт. Грех. Сейчас возьму несколько вопросов, отвечу. И православный видеоканал, открытый боком во свете Библии. Сейчас еще раз обновлю, чтобы посмотреть и сказать. Вот. Что у нас тут? 12 тысяч 988 подписчиков. Ясное дело, что 12 человек и будет уже 13 тысяч. И 12 миллионов 248 тысяч 330 просмотров. Вот. Много тут нового. Нового. Вчера где-то около 18 роликов за день пришлось поставить. Потому что помогает разблокировать, как называю, расконсервировать. Вот так правильно. На сайте у нас очень много всего. И святых отцов Иоанна Кронштадтского сделали. Вот в таком виде можно и архипелаг ГУЛАГ, вот добротолюбие, Библию Иоанна Златоуста. Вот это все. Там оно стоит и стоит, а здесь сделалось более известным. Тут легче читать, брать и все. Теперь я беру из этой папки грех, подготовленные вопросы, которые мне задавали в университетах, и озвучим. Вопрос 2375 из книги «Открытым оком», 10 том. Клятвы и обещания. В чем разница? Если ты обещаешь и не исполняешь, что это грех, ответ, при произнесении клятвы призывается имя Божьего свидетели, как бы сам Бог предстоял и был поручителем верности. Господь совершенно отменил этот обычай, потому что христиане ища до света, и нет в них тьмы, лжи, и клятва оказалась излишней. Бытие 21.23. Теперь поклянись меня здесь Богом, что ты не обидишь ни меня, ни сына моего, ни внука моего. И как я хорошо поступал с тобою, так и ты будешь поступать со мной и землею, в которой ты гостишь. И сказал Аварам, я клянусь. Обещать тоже не следует понапрасну, но говорить с оговоркой на неизвестность. Иаков 4.15. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу, и живы будем, то сделаем то и другое. И второзаконие. Что вышло из уст твоих, соблюдай и исполняй так, как обещал ты Господу Богу твоему, добровольное приношение, о котором сказал ты устами своими. Иклесиаста 5.4. Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Иона 2.10. А я глазом хвалы принесу тебе жертву, что обещал исполню у Господа спасение. И обещание следует исполнять так же твердо, как исполняли правоверные иудеи свои клятвы. Число 33. Если кто даст обет Господу или поклянется клятвою, положив зарок на душу свою, то он не должен нарушать слово своего, но должен исполнить все, что вышло из уст его. Поцелуем Иуда Христа предает. Ведите его осторожно. В ухмылке ослабился, щерится рот. Кто выхватит меч свой из ножен? Веревка, похоже, тогда не нашлась. Предатель живущий, шерестит сорняком. Какая бы к трону не вылезла власть, он с ней побратается, близко знаком. Взрывает дома и детишкам хана. Но сколько сочувствий зовут на курорты. Масонский террор правит бал сатана и славит открыто Содом и Гоморру. Библию людям не дали, отняли. Ее авторитет даже ниже нуля. Красиво украсили, с ревом подняли. Целуйте, как будто не книжка-муляж. Нас учат не где-то, а в храме Иуда. Тройному стандарту на поцелуи. Целуйте иконы святых. Но повсюду они непримерно обуттанном слуги. Любовью горят на словах депутаты. Их складные речи эфир будоражат. И тут же оставят тебя без зарплаты, без детских пособий. И это не кража. Целует засос, агент пункта насос. Бесплатно здоровье и смерть обещает. Отец у них дьявола открыл нам Христос. Нас так обнимали, что кости трещали. Поцелуи Иуды на свадьбах звучат, Где горькой полынью разводы маящат. Старики безотчетно тетешат, внущат. До тридцатилетия боюкают, нянщат. Страху Господню не учат совсем. Чтите, иговые, сами негодные. Вырастет то, что целуя, посеем. Деньжатва обрящет ли зернышко в копнах. 12 сентября 2004 года. Это вот одно взял. Один вопрос. Ну, можно еще взять. Вопрос 2402. 12 том, открытый моком. Сегодня почти все поголовно курят. А в начале века так ли велика была эта беда? Ответ. Эта лютая непотребство захватила, Как есть все пагубные, миллиарды людей. В книге «Крестиного православия» называется наша книга. Целая глава посвящена табакокурению. Вот что писано было 90 лет тому назад о табаке. Нелищим считаем сказать несколько слов о табаке. И надеемся, что слова наши со вниманием просчитаны будут благочестивыми христианами и послужат им предостережению от неестественной гибельной страсти к этому растению. Возразят же нам, конечно, такие люди только, которые сильно пристрастились к нему. На последних мы не будем обращать внимания. Хотя бы они назвали нас нецивилизованными, узкими, тупыми, раскольниками и другими, подобными с ним названиями. Что неестественное в потреблении табаку есть вредная страсть, в смысле физическом и нравственном, и что этой страстью заразились люди по внушению врага нашего спасения демона, это мы и постараемся доказать. Это такой выпустили Минздрав, плакат большой, мы вывешивали его. Молодой юноша, там лет 15, глаза такие испуганные, а с двух сторон табак это папиросы в рот. Рогатая, с хвостами, с копытами, суют ему и тоже щерится, одобряет его, гладит. Отечество этого растения из Америка. Сначала американцы клали табак только на жаровню, и посредством его дыма спасали себя и свой скот от насекомых. А потом придумали сами глотать его, это дым-то, и нюхать его. Оттуда он начало сначала перешел в Вест-Индию, а потом уже в страну, просвещенную Святом Евангелие Христово, Европу. Исторически известно, что первый раз табак вывезен был из Вест-Индии в Европу именно в Португалию в 1558 году. Оттуда спустя несколько лет перешел во Францию, а потом уже распространился по всей Европе и на Востоке. Прежде в некоторых странах курение и нюхание табаку воспрещали законом, как вредная и отравляющая человека. Английский король Яков I написал против табака целую книгу с целью отвратить свой народ от пристрастия к нему. Папа римский Урбан VIII в 1624 году всех нюхавших табак отлучил от церкви. В римских церквах повсеместно гремели проповедники со своих капиталов, чтобы предостеречь народ от возникшей страсти к табаку. В нашем Отечестве России при царе Яне Грозном и других пристрастившихся к табаку подвергали телесному наказанию, били кнутом, рвали ноздри. Царь Алексей Михайлович знаменитым своим уложением также строго воспрещал употреблять табак. Смотри, уложение царя Алексея Михайловича, глава 25, лист 334 и 335. А найденный у торговцев по отобранию был сожигаем. Только при Петре I табак нашел себе место на русской почве. От Петра до настоящего времени он все более и более умножается, потому что весьма многие полюбили и пристрастились к этому растению, несмотря на то, что в нем скрывается никотин, яд. Таким образом и наша отчизна, Россия, поддалась немецкой табачной страсти, и она употребляет его немалое количество. Еще в 1839 году было приготовлено и распродано табаку в России, курительного, при царе батюшках, помазанник и божий, 21 тысяча пудов юхательного и 57 тысяч, а-то там пудов. А сигар 62 миллиона штук. Полная графичность географии Павловска, 1841 год, сейчас первая страница, 139. Что же теперь? Страсть к табаку до того сильна, что христиане, пристрастившиеся к нему, не могут воздержаться ни в какое время. Они курят и нюхают днем и ночью, в одни великого поста и великих праздников. Даже не могут воздержаться в то время, когда готовятся к исповеди и принятию святых тайн. А посему отцы, матери и наставники непременно дадут Богу ответ за то, что не предостерегали детей от гибельной страсти к табаку. А также будут отвечать перед Богом и пастыри церкви, которые не учили посомых воздерживаться от этой злой страсти. Еще более ответят те пастыри, из пастыри, которые сами подвергаются этой неприличной их сану и званию привычки. А у греков это сплошь и рядом. И епископы, и курицы, и священники. Некоторые из простолюдин, осмотря на священника, курящего или нюхающего, легко начинают подражать ему в этом, а иные, напротив, уклоняются от него. Истинные христиане признают страсть к табаку за страсть, и медицина давно признала в табаке никотин. Вот что писал господствующая церковь митрополит Московский Филарет о табаке. Не странно ли, что люди изобрели себе нового рода голод, которого природа не знала, и нового рода пищу, о которой она не думала. Эта страсть возникла в народе уже около трех веков тому назад, по внушению, конечно, самого дьявола. Это растение такое, которого не употребляет никакой скот, никакой зверь, даже и свинья. Словом, никто из царства животных. Эти краткие, но ясные доказательства да убедят тебя, считатель, если ты только истинный христианин, и да послужат предостережением от этой страсти, причиняющей великий вред душе и телу. Вандыш ФС. Старобряческая мысль. 1915 год. Страница 460-я. 462-я. Хотя и не о табаке здесь сказано, но также похоже. ИСа 1.13. Курение отвратительно для меня. Вот есть у Некрасова Николая Алексеевича роман «Мёртвое озеро». Он писал ещё и в прозе. И там немец один распространял, Шиколь-Грубер, как назовём его. И он говорил, сегодня пальцем показывает на того, кто курит. Но мы заводов понастроим, выпускать будем. Пальца будут показывать на того, кто не курит. Сегодня процент очень маленький. Меня посадили, когда уже в нулёвке ночь провёл. Теперь меня распределять должны. И вот пришёл за мной Ульяновский Владимир Александрович, замполит тюрьмы в городе Барнауле. СИЗО 17.1. И говорит, куда же вас поместить? Я говорю, да туда, где не курят. Не курят. Да нет таких камер. Все курят. Все курят. А помещу туда, где курят, но мало людей. Ну и поместил, где один только был Север Владимир Митрофанович. Глава директоров. Судили их. Вон за паровоз зашёл у них. Директор мамонтского рыбокомбината, где и космонавты там, и Герман Титов, и первые секретари все были. Вот. Пишусь. Стеклом увеличительным едва нашёл занозу. Засевшую под ноготь не вчера. Заразу занесла и рвёт она несносно. Нередко умирали не от ран. Не просто рассмотреть свои ошибки. Накуролесили в юности и в детстве. Дурнину прошлую считали даже шиком. Грешили телом с душенькой вместе. Когда в раскаянии пал, давясь в слезах, вдруг высветилось прошлое, казавшееся нужным. Погибнуть без Христа – не безотчётный страх. А море удовольствий сузилось до лужи. Увеличительным стеклом, как от Святого Духа, показана малейшая засевшая заноза. Услышал голос Божий, и не омертвелым слухом сам Иисус омыл в крещении от грязи. Мне каждый день вопросы, просьбы от друзей, молитву и помочь до неба достучаться. Чем кончится увидеть – не в праздности глазеть, но показать детали и выщенить ли счастье. Прозрительно есть дар и труд одновременно, но как себя проверить незнающим Писанием? Игра в монастырях под образом смирения, чего не напекла под шреста с волосами? Во свете Библии всё иначе узришь, окрепнет голос, смелость не иссякнет. Что значит инквизиция, святейшие костры, предание и традиции, расползшаяся слякоть? Пронзительная ясность Дух твой укрепит в Христовой правде евангельских словес. В суждениях наложишь уже не свой вердикт. Толкнуть в ребро под локоть едва ли посмеет бес. Подзорная труба и мощный микроскоп покажут след кометы из скрытого ядра. Считая Слово Божие, поймём, что ясли – гроб. И всё, что без Христа, то прожитое – зря. 29 марта 2005 года. Вот день, события какие. Холод, 35 градусов утром было. Выйти никак, кровь не греет уже. Кое-как насмелился к голубям по лесу. А они сидят на крыше, на снегу, клюют снег, им нужды нет. То есть у меня такая порода выведенная, не боится. И белая при том, и с хохолками. Но крутятся очень редко уже. То есть за счёт чего-то они остались живые. Ну, ясно дело, на улице. Другие это держат голубятни, там тепло у них, проведённость, свет, у меня ничего нет. Я не голубевод, а просто люблю голубей. Голубевод выводит породы для глаз. Такие породы шалевые, совсем не летают. Это попутно сказать. Он лежит в траве, они вокруг него ходят. И человек млеет от удовольствия. Люди-то всегда селекция была, отбор и прочее. Что можно взять от коров? Мясо, бык большой и молоко. Всё, вот в этом направлении дальше выводится порода. А от овсы что? Шкура, шерсть и курдюк сзади. Курдюк. Курдюк. Вот иные отростят на заднице курдюк-то этот. И мучаются. А это жир. Он всё время и с собой носит его. И вот в этом направлении овсоводство развивалось. Курица. Что от курицы? Мясо. Ну, ради пера нет. А вот кошку выводить. Зачем? У неё одно назначение только мышей ловить. Мышей вот выводят. Ни одной волосинки нет. Голая. Даже страшно смотреть. Я подумал, что демон какой-то, бес. Под окном однажды. А тут соседняя девчонка забежала, взяла и понесла. Оригинально вроде. Другой без хвоста. На рысь похожая. Деньги платит. У кошки главное качество мышей ловить. Всё. Конечно, чтобы ласка была, не дикая. Но это уж как воспитаешь. Упущенный ребёнок, он многое делает не так. А собака назначением? Охрана. Больше ничего нет. Охрана от волков, охрана от людей. Охрана пастьбы. Она пасёт и гусей, там пули такая есть. Совсем маленькая. А бегает, гусей заворачивает. Вот. И пасти. Чтобы она была прирождённая пастушка. У меня такая была собака. Берта дали. Я её не учил. Взял такую. Она заворачивает. Бежит с челноком туда-сюда. Отставших всех гонит. Ватару загонит, когда, где, так сказать, у них, ну, стойбище. Дальше заворота не шагает. И однажды где-то баране бились друг по другу. Одного рог наломился. Сразу мухи сели, червей ему туда наплевали. То есть. И у него в голове видно что-то случилось. Он как поднялся и попёр в степь один. Я показал из-за ней. Она его догнала. А что там курдюк сзади? За что его держать-то? Она подпрыгнула, захватила его за рог. Прижала и держит, пока я подбежал. Вот. Собака именно в этом направлении. А сегодня она просто, ну, в доме живёт. Она ничего не охраняет, ничего не знает, зачем она нужна. Именно так. Кошка ловить мышей, собака охранять. В любом варианте. Переводить через дорогу, охранять человека, охранять скотину какую-то. Тут селекция идёт. И вот я вчера тут и был с голубями своими. Это всё припомнилось вот так. Мысли-то приходят иногда. Ну, и топить почти круглосуточно приходится. Что тут делать-то? Никуда не выходил. Писал ролики, ставил, которые там, ну, перекачать себе взять. Всё на этом на сегодня.